Была богатейшим человеком, теперь я нищенка с рюкзаком, которая ходит. Наш дом был примерно на весь Мариуполь, а сейчас нас лишают этого жилья. На каком основании? Жители Мариуполя продолжают записывать жалобные обращения, в которых рассказывают, что российские оккупационные власти лишили их жилья и буквально выкинули на улицу. Дома, в которых эти люди жили, были разрушены российской армией при захвате города. И вот теперь Россия на месте этих самых домов, в которых жили люди, строит новые дома, но квартиры в них продает уже россиянам, а соответственно местным жителям предлагается идти лесом. Два года мы уже бомжуем, два года. Обратите внимание на людей. Вы людей за людей не считаете, понимаете? Вы их не считаете, вы опускаете ниже канализации всех. Тот неловкий момент, когда Путин и его придворные пропагандисты рассказывают, что Россия спасает и защищает жителей Донбасса, а сами жители Донбасса тут же рассказывают, что Россия их не то что не защищает, а их вообще за людей не считает и опускает ниже канализации. Но здесь живут еще и дети. Здесь живут молодые люди, не только пенсионеры. Если я уходила на пенсию, я была богатейшим человеком. Теперь я нищенка с рюкзаком, который ходит. И с вашими выплатами выжить просто невозможно. О, ничего себе, что выясняется. Смотрите, да, жительница Мариуполя рассказывает, что оказывается при Украине она была богатейшим человеком, а с приходом России стала нищенкой, у которой практически ничего нет. И смотрите, как интересно, да, российская пропаганда, помните, утверждала, что Украина это якобы такое вот бедное, отсталое государство, в котором люди влачат жалкое существование, перебиваются там с копейки на копейку. Житья нет, а особенно вот на Донбассе вообще ужас, потому что и бедность, еще и киевский режим страшно притесняет жителей Донбасса. В общем, просто какой-то караул, да. И вот, мол, придет Россия, и Россия-то принесет с собой гораздо более высокий уровень жизни, все разбогатеют, не то, что там в этой Украине, да, заживем. И смотрите, что в реальности, да. Вот вам реальные конкретные жители Мариуполя, которые не скрывают своих лиц, прямо из Мариуполя записывают обращение, в котором рассказывают, что все-то на самом деле совершенно наоборот. То есть при Украине они, ну, пускай там, может быть, не все были богатейшими людьми, но жили неплохо. По крайней мере, был дом, да, по крайней мере, было какое-то имущество, там, все, да. И вот пришла Россия, и буквально русский мир сделал этих людей просто нищими, отобрав у них все. И это не выдумки, там, не преувеличение украинской пропаганды. Вот вам конкретные люди из Мариуполя, которые прямо это говорят. По закону он должен быть наш дом, потому что он приватизирован, наша земля. Мы за ним ухаживали, наш дом был примерно на весь Мариуполь. А сейчас нас лишают этого жилья. На каком основании? Ну как на каком основании? Россия же пришла. И что-то жители Мариуполя, кажется, не очень счастливы по этому поводу. Не очень счастливы, да, от того, что их освободили при Украине, судя по тому, что они говорят, они вовсе не страдали, у них, по крайней мере, там все было, да. Было жилье, были, ну, какие-то уютные квартиры, дома, которые они любили. И все это было при Украине. А с приходом России теперь этого нет. То есть российские освободители просто уничтожили все, а людей выкинули на улицу. Где справедливость? Почему не обращают на нас внимания? Ну не знаю, может быть потому, что Мариуполь теперь под контролем России, а российским властям в принципе плевать на людей, а на украинцев так тем более, потому что украинцев в России вообще считают вторым сортом. Сегодня здесь собрались жильцы дома номер 7, 5, 3 по улице Полтавской, города Мариуполя. Цель нашего видеообращения – обратить внимание властей, общественность и всех неравнодушных граждан с трудностями, которыми сталкиваются жильцы города Мариуполя. Мы, как все жители города Мариуполя, пережили много горя и страданий за последние 2,5 года. Наш любимый дом, наше гнездышко, в котором мы проживали, разрушено. В результате боевых действий по распоряжению наш дом снесен. В настоящее время на месте нашего 9-этажного двухподъездного дома номер 7 по улице Полтавской идет строительство нового жилого дома. Мы, жильцы этого дома, на сегодняшний день лишены права получить квартиры в своем доме. Мы хотим вернуться в свой дом, вернуться к прежней жизни. Но, к сожалению, пока получаем только отказ и нежелание властей ДНР в решении нашего вопроса. В общем, ситуация для Мариуполя стандартная. Уцелевших после освобождения местных жителей выбрасывают на улицу, а на их место заселяют россиян. И это не то, что какая-то конспирология, или домысл, или вражеская пропаганда. Да нет, вот сами мариупольцы об этом прямо говорят. В своем свежем выступлении Путин недавно опять говорил, что первоочередной целью России является освобождение Донбасса. Прежде всего в Донбассе. Освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Правда, он не уточнил, что освобождают Донбасс прежде всего от людей, от местных жителей, я имею в виду, от коренного населения, от людей, которые там выросли, которые там родились, у которых там мамы и папы родились и выросли, бабушки и дедушки. Все равно пришла российская армия, снесла под ноль дома, в которых жили эти люди, и теперь говорят, все, это больше не ваш город, это наш город. И строят какие-то новые дома, которые выглядят очень уродски, они такие напоминают какие-то вот турецкие торговые центры, в турецких курортных городах, сделаны, слеплены из максимально каких-то дешевых, однообразных материалов, такой обычно долго не стоит. Но сам факт, что эти дома даже не для местных жителей, они продаются россиянам, они предусмотрены потом там для российских военных семьями, то есть буквально Россия пришла и учинила акт геноцида, стерла с лица земли огромный украинский город, ну наполовину стерла, но тем не менее, да, и теперь заселяют его своими людьми, да, просто-напросто на месте украинского города, где жили не только, естественно, украинцы, там и греки жили, да, и вообще много кого, да, сейчас приезжают россияне, заселяют его под себя, то есть совершенно уже другое население заселяется, и, ну, то есть откровенно идет такой акт этноцида, то есть целый народ, местные жители, они фактически были истреблены, чтобы Россия зачистила это место для своих граждан. И вот это очень важно, эту информацию как можно шире сейчас распространять, в том числе переводить на другие языки, переводить на английский язык, это важно, чтобы весь мир видел, что Россия делает на самом деле, что нет ничего общего с тем, что говорит Путин, там защита каких-то людей, да, ну какая защита, если людей просто дома их снесли, разбомбили, и теперь на их место селят других людей, это не защита, это как угодно называется, но это точно не защита, то есть весь мир должен видеть, что делает Россия, а она сгоняет коренное население, в том числе на Донбассе, да, под предлогом какой-то защиты и освобождения, просто зачищает Донбасс под ноль, выжигает, превращает в такую голую-мертвую степь, а затем, ну в лучшем случае, где-то строят на месте этой степи, какие-то дома для себя новые, а где-то вообще не строят и забрасывают, как многие города и поселки в той же Луганской области просто уничтожили и бросили, и весь мир должен видеть, что делает Россия, что это преступление, но никак не помощь каким-то людям, неважно каким, русскоязычным, там, украиноязычным, еще каким-то, это точно не помощь. Поделитесь этим видео, оставьте лайк или комментарий, чтобы больше видео набрало охват, больше людей его увидело, и обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!